Друзья, у нас новости, которые нельзя пропустить. Вдова Юры Шатунова попала в больницу после смерти певца. Известие о смерти артиста стало шоком для его поклонников, но прежде всего оно явилось ударом для его семьи. Супруга Юры Шатунова из-за сильных переживаний даже оказалась на больничной койке. О страданиях супруги певца Светланы рассказал концертный директор и продюсер Александр Герасимов. Мне очень жалко его жену и детей. У него потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна, поделился Герасимов с представителями прессы. Небольшое отступление. Пока искала материал для данного видео, нашла статью, которую обязательно нужно прочитать каждому. Кардиолог объяснил, почему спасти Шатунова было невозможно. Всего одна ошибка. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, оставила для вас ее в описании под видео и в комментариях. Продюсер уверен, Шатунов не жалел себя, много работал, что могло привести к серьезным проблемам со здоровьем. Юра до самого последнего вздоха был востребован. Его заказывали постоянно, очередь стояла из организаторов. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во дворцах спорта. У любого человека после такой нагрузки сердце не выдержит. Это же безумие так работать. Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но он никогда не отказывался от работы. На сцене отдавал себя полностью, после каждого концерта просто был выжат как мочалка, отметил Александр. Напомним, Юрия Шатунова не стала 23 июня в возрасте 48 лет вследствие обширного инфаркта. Исполнители хиты «Белые розы» похоронили на Троекуровском кладбище. Семья певца проживает в Германии. Родные прилетели на травмное мероприятие, обратно они уедут с частью праха Юрия, который развеют над его любимым озером в Баварии. Могут объявиться внебрачные дети, адвокат объяснил спешку жены Шатунова с наследством. Как только в Москве простились с легендарным солистом Ласкового Мая, жена артиста приступила к оформлению наследства. Согласно законодательству на процедуру вступления в права, дается полгода, но Светлана по каким-то причинам поторопилась с этим вопросом. Не успев оправиться от шока из-за потери близкого, жена Шатунова занялась оформлением на себя наследства, которое оставил после смерти именитый артист. У звезды три наследника первой очереди, супруга Светлана, 16-летний сын Дениса, 9-летняя дочь из тела. Юрий оставил после себя недвижимость в России и за границей. Как известно последние 16 лет исполнитель хита «Белые розы» жил с семьей в Германии. От государства артист как воспитанник детского дома получил квартиру в Оренбурге, которую удалось обменять на жилплощадь в Москве по улице Кантемировской. В 2016 году Юрий приобрел квартиру в Сочи. В этом же курортном городе на певца оформлен коттедж с бассейном. Кроме того, в Германии Шатунов обзавелся домом. Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство, сообщил директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры, перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни теперь они будут судиться с Разиным. Поклонники все же гадают, почему супруга Шатунова стала так переживать о его наследстве. Адвокат Андрей Князев выдвинул свою точку зрения по этому поводу. Он считает, что таким образом Светлана хочет обезопасить себя и своих детей. К тому же рано или поздно жене покойного пришлось бы заниматься юридическими документами. Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер, поэтому и дается 6 месяцев, пояснил правозащитник. Также хочу напомнить, что вам обязательно нужно прочитать статью, кардиолог объяснил почему спасти Шатунова было невозможно. Всего одна ошибка. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, оставила для вас ее в описании под видео и в комментариях.